В этом году 25 лет конца. Наша группа, по-моему, вечерненькие были, закончили институт. И как-то так получилось, что я очень долго не была в институте, и вот случайно попал два дня назад, как раз на день студента, мне прям дух захватило, настолько как-то это значимо для меня, я даже не подозревала. Как-то, наверное, с возрастом понимаешь, какие-то вещи, которые в молодости когда-либо, они незначительные были. В силу чего-то, не знаю. Я хочу вас поздравить с Экспранником, и хочу прочитать твое стихотворение. Оно, собственно говоря, не об алкаде, но мне кажется, что все равно будет интересно. Сейчас, секундочку, я написала маме. И мне кажется, что мама – это важный человек в жизни каждого. И неважно, в мирное время, в военное время, все равно, если мы чувствуем маму и его поддержку, то это, в своем цели, собственно говоря, вдохновляет не любые подвиги. Я прощаю себя, но ни в чем не пью, хотя это далось мне легко. Я тебя бесконечно, безумно люблю, но ты иногда послепила. Мне бы очень хотелось прижаться к тебе на груди безнадежного слуга. Жизнь проходит, и в каждом случившемся дни не всегда совпадает наш Бог. Но ты честь моей жизни, ты мой талисман, ты мой ангел-хранитель, мой Бог. Мать с ребенком нельзя надеять пополам, и раздание, я думаю, в дом. Я тебя плохо знаю, кто то испанит, иногда беспомощно злюсь. Но хочу очень сильно, но я тебя люблю, ведь тебя ты бесконечно любил. Ну и одно из стихотворений, как-то вот так сложилось, наверное, сегодня недавно. Хочу прочитать, не знаю, насколько это понравится. Рискну. Чьи-то руки бегут по страницам души, И листая судьбу, иногда замирают. Извенит, как струна, выпавшаяся, Тишит о душах, о которой все руки играют. Тишина зазвенит и взорвется, как дном среди ясного неба обведенной жизни. И вся судьба тия заключается в том, что никто ничего в этой жизни не смыслит. Спасибо.